Приветствую вас. Я думаю, что вариантов у вас несколько. Вообще, первый вариант и единственный, который бы, наверное, был бы самым оптимальным, это замотивировать. То есть, замотивировать людей, соседей, чтобы они за собой убирали. Именно замотивировать. То есть, сделать так, чтобы они сами хотели что-то в твоей жизни, к примеру, меня. Потому что они сами не хотели жить в той же грязи. Как вы говорите? Я думаю, что замотивировать их вполне вам по силам. Именно замотивировать их. Как именно вы это сделаете? То есть, как именно вы замотивируете своих соседей? Это уже, большой вопрос. То есть, на мой взгляд, многое здесь зависит от того, что они за люди. Ваши соседи, что они из себя представляют. И в зависимости от этого, вы могли бы предоставить им какие-то плюсы. того, чтобы убирать от того, чтобы убирать от собой. Либо, либо продемонстрировать им необходимость этого сделать. Дальше. Идет достаточно флочный момент. Вы говорите, как мне с этим примириться. Примириться, простите, с тем, чтобы, к примеру, жить в грязи, вряд ли это хорошая история для вас. То есть, вряд ли вам будет приятно жить в грязи. Поэтому привыкать к этому не стоит. Да. Не совсем понятно, что вы подразумеваете под общежитием, да? То есть, как бы, это комнаты или вы живете в одной комнате. То есть, тут вы вот не описываете, но я полагаю, что вам необходимо обеспечить для себя, у себя частоту. И не требовать от них, да? Ну, собственно говоря, поддержание этой самой частоты. Потому что кто-то это сделать может, кто-то этого сделать, соответственно, не может. И требовать от людей то, чего они не могут, по сути, является уже верным шагом к неврозу. Вот. Чего я уверен, что вы для себя не хотели бы. То есть, не нужно привыкать к грязи, да? Но необходимо четко отделить вот то, что касается, например, вас непосредственно. Вот. То есть, то, что касается вас. И то, что касается их. Вот. Именно, именно вот то, что касается их. То есть, то, что, то за что отвечают они. Мне кажется, что именно распределив ответственность свою, вы могли бы удовлетворить и себя, и, собственно, более, более-менее спокойно сосуществовать со своими заседями, которых вы сейчас, по сути, пытаетесь перевоспитать. Вот. Что, конечно же, является деструктивной позицией. Вот. Дальше. Вы говорите про раздражение. И я полагаю, что ваше раздражение здесь, оно вполне себе нормально. То есть, мне кажется, что это нормально. Чувствовать раздражение вот в вашем, допустим, случае. Вот. Потому что, если бы раздражения не было, то вы бы, скорее всего, опускались бы, еще ниже, да, то есть, все больше и больше, например, себя предавали бы и так далее. Я не вижу в этом плюсов. Для вас. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. С другой стороны, раздражение может быть не здоровым. Это может быть все. Явно, ну, большая реакция, чем она вот в норме должна быть. Поэтому, тут, тоже, тоже, смотрите, именно, именно свои ощущения. Здесь есть разумная форма эмоций, разумная. Есть, нет. Какая у вас? Это вас. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Повлиять на развитие можно, потому что это все-таки люди, на любого человека можно повлиять. Повлиять можно только мотивацией, ни в коем случае, ни чем-то другим. Ну, вот, там, что, ну, ничем другим повлиять, наверное, в жильях. Вот. И... Это нормально. Сейчас я бы сказал, что это хорошо. Вот. А... Значит... Вам... Не следует... Обесценивать слишком сильно свои чувства. А... Скорее, на мой взгляд... Эээ... Имеет выкоп искать выход. То есть, например... Было бы здорово... Эээ... Если... Если бы... Вы... Допустим... Ну, рассмотрели возможность жить где-то еще, с кем-нибудь еще. А... То есть, это вот... На ваше рассмотрение... Такое... Более... Более... Гибкое... Более гибкое мышление. Более... Гибкий... Гибкий контекст. Более гибкое... Ээ... Поведение. Вот. Которое вам... Доставит... Эээ... Более очистимый результат. Чем... То, что... Чем то, как вы... Сейчас ставите... Эээ... Вопрос. Что... То есть... Вы находитесь в некотором смысле в позиции жертвы сейчас. От вас... Как будто бы... Ничего не зависит. Вот. На самом деле это не так. Вот. Вот, в принципе... Так можно вам ответить. А... Выход... Из позиции жертвы... Это принятие личной ответственности... А... За то, что происходит. Да. То есть, вот есть некие... Понятия о... Чистации. Они ваши. Они имеют права на жизнь. А... Жертвовать ими... Не стоит. Потому что... Ну... Это... Нормально. Это нормально. Ну... В общем... Нужно... Смотреть, какой выход для вас... Больше подходит. Либо адаптация. Да. То есть, что такое помещение. Вот. Где мое, где твое. Да. За что отвечаю, я за что отвечаю. Потому что... Вплоть до... Того, что вы... Например... Грязную джижую пастулю просто потом перекладываете там... Или... Там... Двигаете и... Делаете что-то свое. Да, неприятно. Но вам это не относится. Вот. Эм... До... Возможного переезда... Переезда к другим соседям. Потому что без выхода, без ситуации... Тоже не было. Но перед этим, я все-таки рекомендовала вам... Попробовать... Замотивировать их. То есть, не воспитывать, не уговаривать. А именно, замотивировать. Как? Это, хоть, очень, такой более подробный вопрос. То есть, в целом, мне кажется, что ваш ситуация, она вполне нормальная и... Единственное, что не нормально, что вызывает опасения, это то, что вы, вот... Как-то, хотели бы... Эм... Чтобы... Вас это перестало волновать. Но это должно вас волновать. Вот тут вот... Надо бы... Несколько подробнее... Эм... Поисследовать этот момент. Как сейчас вы, так вот... Обесценивайте свои чувства, свои эмоции. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился... Эм... Понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!